всем привет с вами жуков и новости археологии давно мы к этой теме не обращались пора исправлять одним из мест где рождалась современная русь россия было суздальское ополье это замечательное место владимира суздальской руси которая формируется при помощи такого клина леса степи в наших лесных краях который буквально весь выложен знаменитыми суздальскими черноземами это одно из самых плодороднейших мест средневековой руси где вообще начинала формироваться развитая рафинированная русская цивилизация так как это северо-восток руси но в основном вся россия оттуда родом как государство именно там родились наши древнейшие столицы такие как суздаль ростов владимир где правили андрей юрьевич боголюбский где правил юрий долгорукий где в конце концов родилась наша столица москва города как мы знаем археологически исследуются давно и неплохо но как-то почему-то все время забывают о тяжелейшей работе археологов на селищах то есть остатках неукрепленных деревень и сел собственно чем они отличаются от городища отсутствием стен то есть то место где жили крестьяне в средние века 92 97 процентов всего населения страны то есть это то место где фактически жила и рождалась русь работа очень тяжелая работа страшно неблагодарная если иметь ввиду общественный резонанс потому что если мы копаем столичный город красивый суздаль владимир киев да ту же самую старую ладогу или например курганные комплексы в гнездово мы каждый год имеем с каждой экспедиции десятки сотни иногда тысячи находок если мы возьмем пример таких благополучных памятников как например господин великий новгород богатый мокрым слоем который великолепно сохраняет органику который исторически на протяжении веков переслаивался обновляемыми мостовыми деревянными то извините со всей экспедиции за сезон если там к тысячи находок не приближается то это что-то странно как-то видимо плохо работали или как-то очень сильно не повезло причем находки то какие части доспехов обувь прекрасно сохранная дерево которое сохраняется в мокром слою массово берестяные грамоты с настоящими посланиями из 11 12 13 14 веков это красота это то что не стыдно показать обывателю а что мы видим на селищах 5 сантиметров культурного слоя 5 6 7 точек гнили на которых когда-то стояли хозяйственные постройки деревянные полностью или почти полностью уничтожены временем 5 сбитых горшков которые уронили в 11 веке баба маня баба фрося и дед петрусь и один сломанный нож все спрашивается чего там роете ну кому это интересно но раскопали вы эти 5 точек гнилых а что бы изменилось если бы их не раскопали но это так думаю только те кто не понимает сути археологической науки потому что селища повторюсь это и есть настоящая русь не столичные города потому что именно там проживала основная часть населения ну и конечно одно селище само по себе мало кому интересно а вот если мы возьмем целый контекст типологизируем его и эти типологические ряды выложим на вековой хронологии мы получим настоящую летопись которая интереснее любого детектива информативнее многих архивных материалов ну и конечно мы были бы совершенно не правы что на селищах не бывает ярких находок они сильно прежде чем в городах но случаются вот буквально в прошлом сезоне точнее прошу прощения проходящем сезоне в одном из селищ суздальского аполье нашли блестящую находку а именно деталь на верше каролинского меча а вот она это очень интересная деталь потому что обычно мы представляем себе эфесы каролинских мечей в сборе как мы видим их в музейных коллекциях в археологических иллюстрациях на фотографиях в монографиях в книгах журналах интернет на публикациях фотографиях монографиях это я смешно пошутил такой получился у нас каламбурчик так вот а в разобранном виде мы эфесы каролинских мечей представляем себе очень плохо основная масса их были полы как перекрестья так и навершия и вот данный предмет во-первых представляет нам хорошо и убедительно конструкцию каролинского навершия это ладьевидная основа в сечении прямоугольная в профиль если посмотреть на нее выполненная из стали полая изнутри закрытая припаянной крышкой по нижней части в крышке пробиты три отверстия одно центральное большое под хвостовик клинка и два маленьких которыми к основанию навершия это именно основание его крепилась сверху крышка той или иной формы при помощи заклепок навершие было когда-то богато декорировано это была очень частая вертикальная насечка в которую забивалась проволока желтого металла предположительно золото таким образом формировался такой параллельный частый орнамент чередующий яркое желтое золото и хорошо до блеска начищенную сталь белый с желтым один из характернейших типичнейших орнаментов каролинских мечей вообще не очень сложный однако весьма нарядный во всем этом навершие во всей этой находке на мой взгляд все таки есть один ровный минус не в самой находке а в ее интерпретации конечно потому что находчики интерпретаторы поспешили объявить это во первых находка которая принадлежит к 11 веку дело в том что точная привязка по слою по сопутствующему материалу для такой вещи в селище конечно же почти невозможно просто потому что если там был утерян забыт зарыт пропал каким-то другим способом целый меч то эта находка очень дорогая и она может от своего происхождения до места археологизации отстоять ну лет на 200 запросто совершенно и то что например данная находка происходит из слоя 11 века очень мало о чем говорит кроме времени бытования или того времени что этот огромный и железный и очень дорогой предмет мог пролежать в чем-нибудь сундуке как настоящая драгоценность типологически данное основание навершие вполне может принадлежать мечу 10 века вплоть до начала 10 века поэтому конечно определять датировку по такой фрагментарной находке в общем в довольно убогом культурном слое селища это преждевременно на мой взгляд ну и второе на основании этой находки сделан вывод о возможном бытовании среди селищ то есть на деревне аристократических усадеб но в самом деле а кому еще на селе мог принадлежать мечу только аристократу естественно кому же еще тем более не просто так а золотом украшено и уж наверно не крестьянин то есть вот оно формирование настоящего боярского или княжеского или княжеско-боярского села которое потом вообще займет главенствующее положение в деревне оно будет формировать вокруг себя целые верви деревень которые будут тяготеть к этому селу но это на мой взгляд тоже немножко натянутая интерпретация почему-то потому что это десятый или одиннадцатый век в это время говорить о существовании или хотя бы начале существования аристократических усадеб несколько преждевременно да просто потому что этот меч мог попасть вот тем самым селядном сузырьского ополе просто методом прямого грабежа ехал дружинник заданию слишком увлекся получил дубины по голове около любимого дерева и погиб или потерял сознание или потерял сознание и меч который хозяйственные крестьяне естественно припрятали штука безумно дорогая а крестьянин в это время прошу прощения и в десятом и еще в одиннадцатом веке вполне мог состоять в княжеском ополчении то есть выходить в полк то есть идти воевать как положено тогда было всякому взрослому свободному мужчине ну а меч знаете в таком случае вещь очень полезная мы могли бы говорить конечно о формировании аристократических сел но одна деталь эфеса каролинского меча для этого не просто шаткое основание а вообще не основание тем более повторюсь речь об очень давних временах с постоянной намадной аристократией которая перемещалась из места на место с целью собирания даней с целью просто элементарного грабежа с целью постоянных военных предприятий и утрата меча могла произойти чисто случайно в этом месте ну а пока давайте посмотрим внимательно на фотографии сравним ее к типологии яна петерсона на данный момент лучшей типологии каролинских мечей и попробуем сделать свою интерпретацию на сегодня все следите за новостями археологии